Кливия – уход в домашних условиях. Кливия представляет собой декоративное растение, которое способно цвести в конце зимы и радовать всех экзотическими цветами. Для стабильного роста и развития самое важное, что требует кливия – уход в домашних условиях. Кливия – что это за благородный цветок? Кливия – это многолетнее растение, относящееся к семейству аморилисовы. Оно имеет длинные крупные и мясистые листья, собранные в розетку. У растения отсутствует полноценный стебель. Листовые пластины обладают глянцевым покрытием темно-зеленого оттенка. Они могут с легкостью сгибаться. Длина одного листа составляет 40-75 см, ширина обычно не превышает 5-8 см. Растение кливия может достигать 40-60 см в высоту. Внешний вид кливия лимонно-интересно. Его можно причислить к луковичным и корневищным растениям. Соцветия состоят из множества раскрывшихся бутонов, максимальное количество которых может составлять 30 штатов. Внешние цветки растения напоминают колокольчик. На каждом цветке по 6 лепестков. Их окрас может быть красным, оранжевым, желтым, белым либо розовым. В каждом из них присутствуют длинные тычинки и зависть. В аромате растения сочетаются запахи ванили, муската, розы и травы. Во время плодоношения образуется крупная ягода. В дикой природе она чаще всего встречается в субтропиках Южной Африки. Его можно разводить дома и в оранжереях на территории тех стран, где преобладает умеренный климат. В таких условиях скорость развития цветка является средней. В год на растении появляется до 6 листьев. При благоприятных условиях существования максимальная продолжительность жизни цветка составляет 40 лет. Есть поверье, что клеве – цветок, помогающий с концентрацией внимания и работоспособностью мозга. В связи с этим его появление в доме положительно скажется на умственных способностях человека. Также цветок улучшает эмоциональное состояние человека, делая его добрее и спокойнее. Важно! Нельзя допустить попадание сока из корней и листьев вышеписанного растения в организм человека либо животного. Оно относится к ядовитым культурам. Минимальные последствия, которые могут ожидать рвота, диарея либо коллапс. Рекомендуется разместить цветок в недоступном для детей и животных месте. Разновидности цветка На данный момент существует 23 разновидности этого цветка. Основные виды и их отличительные особенности – клевея киноварная клавиа миниата. Куст обладает прикорневой розеткой с длинными острыми листьями темно-зеленого окраса. На листьях присутствуют продолговатые полосы белого либо желтого цвета. Длина листвы достигает 60 см. Высота куста варьируется в пределах 45-50 см. Во время цветения формируется соцветие с воронкообразными бутонами красного оттенка. Клевея миниата чаще всего выращивается цветоводами. Клевея лимонная клавиа миниата ситрина. Куст имеет большое сходство с киноварной разновидностью. Главное отличие – кремово-желтый окрас листьев. Образовавшиеся ягоды также обладают желтоватым оттенком. Клевея прекрасная или Нобелис клавиа Нобелис. Это многолетнее бесстебельное растение с собранными в розетку листьями, внешне напоминающими меч. Из колокольчатых цветков образуются зонтиковидные либо кистевидные соцветия по 14 штатов. Цветки окрашены в оранжевый цвет с розоватым оттенком. Высота клевея оранжевая может составлять 30-50 см. К сведению, род цветка назвала английский ботаник Д. Линдли, описавший растение в честь герцогини Шарлотты Кливии. Уход за клевеей в домашних условиях. Для растения необходимо создать наилучший микроклимат. Недостаточный либо чрезмерный уход равноценно может навредить цветку. Нужно ухаживать следуя правилам. Температуру необходимо поддерживать оптимальный температурный режим, который отличается в зависимости от сезона. Летом комнатная температура должна быть ниже 20-25 градусов Цельсия. Растения можно выносить на балкон либо на веранду для проветривания. Но перед этим следует позаботиться о защите от солнечных лучей. С осени по зиму в период покоя температура должна составлять 12-15 градусов Цельсия. В период цветения, который начинается в конце зимы либо в начале весны, наилучшей температурой считается 20-25 градусов Цельсия. Важно! Низкая температура способна убить цветок. Освещенность цветку следует обеспечить яркое освещение. Лучшее место для размещения растения – это западный либо восточный подоконник. Не рекомендуется выбирать северный подоконник, потому что куст будет страдать от недостатка освещения. Рост прекратится, а цветение не произойдет. Понизить уровень освещенности рекомендуется в полдень либо после посадки и пересадки. Освещение должно быть рассеянным. Кливиум лучше ставить на восточный подоконник. Влажностью кливии выработалась неплохая переносимость сухого воздуха в помещении. Во время выращивания в комнате влажность воздуха может варьироваться в пределах 40-50%. Листья растения периодически опрыскивают и протирают при помощи влажной салфетки. На поддон можно поместить мокрый керамзит. При этом стоит проследить, чтобы корни цветка не намочились. В ративном случае они загниют. Полив. Частота полива изменяется в зависимости от времени года. В летний сезон поливать растения необходимо каждый раз, когда верхний слой земли становится сухим. Обычно эта процедура выполняется один раз в 7 дней. Когда цветок готовится к предстоящему цветению, то есть период покоя, частота полива сокращается. Эту процедуру нужно будет проводить только после небольшого подсыхания кончиков листьев. После наступления бутона образования поливать начинают чаще по мере высыхания поверхности земли. Обратите внимание, внешние изменения листьев подскажут, стоит ли им менять частоту полива. Если они приобретают бурый оттенок, значит растение получило слишком много воды. Помимо листьев пострадают корни и основание стебля, начав загнивать. Нельзя поливать клевию простой водой из водопровода. Она чересчур твердая. Ее нужно нагреть до комнатной температуры, прокипятив. Подкормка она должна быть в твердом либо жидком виде с небольшим содержанием азота. Подкармливают куст один-два раза в течение семи дней период активного роста и развития. Процедура внесения полезных веществ должна продолжаться с начала марта по конец августа. Твердые удобрения вносят перед поливом. Жидкими удобрениями поливают растение, после чего омывают его чистой прокипяченной водой. Для куста подойдет жидкое универсальное удобрение для цветов из любого садового магазина. Успешному выращиванию поспособствует чередование органических и минеральных удобрений. Важно проследить, чтобы азот в цветке не содержался в большом количестве. Он не должен превышать уровень содержания фосфора и калия. Темный оттенок листьев и отсутствие цветения – это признаки высокой концентрации соединений азота. Период покоя подкормки прекращают в избежание нарушения дальнейшего процесса роста и цветения. Обрезка – это немаловажная процедура, необходимая для цветения и размножения кливии. Обрезки должны подвергаться цветоносы, появляющиеся в феврале и произрастающие на протяжении двух месяцев. Важно! Срез нужно делать возле самого основания. Почва кливии подходит универсальный рыхлый субстрат либо грунт, предназначенный для декоративных лиственных растений. Обычно такой грунт состоит из следующих питательных веществ – древесный уголь, кокосовый субстрат, сфагнум, перегной и перлит. Универсальный грунт для комнатных цветов, грунт для кливии должен быть слабокислым и легким. Его можно не покупать, а смешать самостоятельно, добавив в древесную землю, песок и торфяной грунт. Пересадка молодой куст рекомендуется пересаживать ежегодно весной после окончания цветения. Растениям более старшего возраста не требуется такая частая пересадка. Обязательно стоит пересаживать куст, если произрастающие корни виднеются из дренажных отверстий. Для пересадки кливии в домашних условиях требуется подходящий горшок. Он должен быть шире и больше предыдущего по объемам. При этом слишком просторный горшок не следует брать. Лучше всего подойдет тесный. Это избавит растения от излишней влаги, наносящей вред частям цветка и ускорит процесс цветения. До пересадки необходимо провести подготовительные работы. Дно горшка следует заполнить дренажным слоем 3 см из гранул керамзита, мелкой гальки и бащебенки. Это позволит регулировать увлажненность почвы. Не лишним будет обеззаразить почву, так как есть вероятность присутствия опасных бактерий и личинок паразитов, провоцирующих заболевания у растения. Для обеззараживания почвы существует 4 способа проливания грунта кипятком, обработка земли, раствором, марганцовки, прогревание почвы. В духовке разогретой до 250 градусов в течение 10 минут. Прокаливание грунта в микроволна выпечи 3 минуты. На максимальной температуре. Важно! Использование химикатов для антисептической обработки навредит микрофлоре почвы. Пошаговая инструкция, как пересадить цветок. Аккуратно вытащить клеви из старого горшка, отрекнуть корни и поставить ее в воду. Засыпать в новую емкость половину приготовленной земли. Поместить цветок, аккуратно углубляя и выпрямляя корни. Насыпать оставшуюся землю сверху, при этом не засыпав цветок полностью. Утрамбовать верхний слой почвы. Пересадка клеви состоит из нескольких этапов. Обратите внимание! Плотное утрамбовывание земли и обильное засыпание цветка землей приведут к замедлению роста либо даже гибели растения. Как часто происходит цветение клеви? Начинает обычно цвести куст в конце зимы. Наблюдать цветение у крупного экземпляра можно два раза в год. После окончания периода покоя появляется цветонос длиной 15-17 см. Цветок перемещают в наиболее теплое место. Если цветонос не растет в длину, требуется пробудить растение. В этом поможет полив водой, нагретой до 40 градусов Цельсия. На цветоносе желтоватые и красные либо розовые цветки распускаются поочередно, а не одновременно. Из-за этого весь процесс может занять продолжительное время около одного месяца. Повторное цветение можно наблюдать в середине лета. Размножение клевии Многих интересует, как размножается клевия. Для размножения южноафриканской красавицы используют два способа – семенной и вегетативной. В первом случае придется потратить больше времени, чем во втором. Способ как размножить семенами В период цветения сделать перекрестное опыление для образования ягод семенами. Подождать 11 месяцев до покраснения плодов. Извлечь из них семена и посеять в грунт, не углубляя. Немного полить и покрыть пленкой, перенеся в теплое место. Рекомендуется иногда убирать пленку для проветривания и полива семян. Спустя полтора месяца будут виднеется всходы. Рассадить их по отдельным инкостям, когда образуются 2-3 листика. Первое цветение произойдет через 3 года. Важно! Семенной способ чаще всего выбирают селекционеры, желающие отдать все свое время на выведение сорта. Простые цветоводы больше предпочитают вегетативный метод, поскольку он намного быстрее. Схема выполнения вегетативного размножения Отделить деток отростки от растения, когда в горшке становится тесно. От материнского куста необходимо взять остростки с 4-5 листочками. Распределить их по инкостям, заполненным перлитом либо песком с землей. Немного полить каждый экземпляр. Спустя 2 года молодые растения зацветут. Размножение кливей семенами Долгий и трудоемкий процесс Если не удалять от рожьих деток, то через какое-то время можно получить большое количество цветоносов в одной емкости. Таким образом приобретается дополнительная декоративность у цветка. Болезни и вредители Цветок может заболеть из-за неправильного ухода или посадки, ибо пострадать от вредоносных насекомых. Самые распространенные болезни, вредители и методы борьбы с ними – серая гниль. Это грибковое заболевание появляется из-за чрезмерного полива. Корневая система начинает загнивать, листья покрываются бурыми питными, могут желтеть. Здесь поможет обрезка поврежденных частей куста и пересадка в новый грунт, а падение листвой. Причина – нехватка воды и питательных веществ. Исправить ситуацию регулирования подкормок и полив в период покоя – щитовка. Это насекомое покрыто восковым щитом. Их личинки активно перемещаются по листьям, а особи побольше присасываются и замирают на месте. Они возникают из-за недостатка влаги и света. Избавиться от них можно при помощи раствора хозяйственного мыла. Также понадобится обеспечить хорошее освещение и полив. Если изначально ответственно подходить к выращиванию растения, то проблем не возникнет. Для цветка кливий уход в домашних условиях должен быть правильным, иначе он никогда не выпустит стрелу. Продолжение следует...